Они берут уроки танцев, учатся дефилировать и снимают стресс в стрелковых тирах. Сибирячки готовятся к финалу всероссийского конкурса Miss Office. Каждая из участниц должна представить себя, свою профессию и место работы. На кону корона и один миллион рублей. Елизавета Василевич познакомилась с теми, кто готовится разрушить стереотип о клерках. Анастасия Соболь говорит, страсть к стрельбе у нее была всегда. Раньше занималась биатлоном, но из-за работы об увлечении пришлось забыть. Сейчас появилась возможность наверстать упущенное, стать увереннее в себе и продемонстрировать жюри свои таланты. Сама идея конкурса это то, что сейчас стереотип такой, что если офисный работник, так сказать, офисный планктон, он ничего кроме работы не видит, сидит в скучном офисе, не разносторонний и ничем кроме работы не занимается. Это на самом деле не так. Цель конкурса показать то, что девушки могут быть разносторонние, интересные. Анастасия работает в компании, которая занимается разработкой сервисов для гостиничного бизнеса. Следит за изменениями на рынке, дает программистам техзадания. Девушка уверена, каждый конкурс, вне зависимости от его результатов, помогает в первую очередь что-то изменить в себе. Например, расстаться с замкнутостью и застенчивостью. С этим согласна и участница из Омска Кристина Запольских. Девушка учится на педагога дополнительного образования и работает в центре реабилитации «Рассвет». Здесь она каждый день видит особенных детей. Их мужество вдохновляет ее бороться с собственными страхами. Это не просто конкурс, как обычно все думают. Конкурс – это большая работа над собой, это большая работа со своими страхами. Любая девочка, выходя на сцену, даже очень опытная, у нее есть какие-то свои определенные блоки психологические, и она с ними борется. Перед сценой у меня начинает жутко трясти, поэтому как-то стараюсь бороться с вот этим. Боюсь растеряться и наговорить того, чего не стоило бы. А вот для томички Дарьи Ушаковой конкурс, по сути, авантюра. Говорить не привыкла сидеть на месте. Дарья получила педагогическое образование, устроилась на работу секретарем, поступила в аспирантуру. Нашла девушка время и для занятий бизнесом. Вместе с подругой открыла шоу-рум по продаже одежды. К конкурсу решила готовиться основательно, чтобы поддерживать себя в форме. Дарья ходит на занятия танцами. Я пошла на танцы, потому что я никогда не танцевала. Тут понимаю, что в финале танцев не избежать. У нас будут дефиле, у нас будут массовые такие танцы. И поэтому я решила, что нужно заниматься танцевальным направлением. Пока у девушек есть еще время подготовиться к борьбе с соперницами из столицы. Финал конкурса и торжественное награждение победительниц пройдет в Москве в канун Нового года. Уже в ноябре участницам предстоит работать с режиссерами, хореографами, фотографами и стилистами. Елизавета Васильевич, Максим Мартынов, Мария Черешнева и Дарья Тарасенко. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова